С добрым утром! Вы смотрите мульт-обзор! Главные новости из мира мультфильмов! С вами Филя и Маша! Сегодня в выпуске! Зачем фиксики выучили китайский и сменили название? Что я наделал? Почему компот всего боится? Кто его озвучивает? Подборка интересных фактов о самом старшем из трёх котов! Здание в виде огромной монеты или дом на плавучей льдине? Что круче? Хит-парад самых необычных архитектурных шеневров и сериала «Домики!» Вы такая вся прекрасная! Всё это в мульт-обзоре! Смотреть всем! Фиксики покорили Китай! Число просмотров перевалилось за 10 миллиардов! А фиксики там по-китайски разговаривают? Ну конечно, Филь! Интересно, а как слово «фиксики» перевели на китайский, а? Поменяли на винтики! Произнести не смогу, сложновато! Ах, Маша! У нас же есть переводчик! Чин-вань! 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 Чин-лян! Чин-чин-вань! Чин-вань! Хе-хе-хе-хе-хе! Почти получилось, да? Красиво и необычно! Ладно, поупражняемся позже! Пора двигаться дальше! Самые странные! Самые высокие! Самые древние! Наш обозреватель Каркуша выбрала самые необычные здания из сериала «Домики». Ей помогли создатели мультика! В хит-парад вошли домики из Китая, Японии и даже Северного полюса! Раньше я думала, что нет ничего оригинальнее дома на дереве! А потом я посмотрела сериал «Домики». Каких только домов люди не придумали! Как вам такое? Дом и снега! На Крайнем Севере нет деревьев, поэтому деревянных домиков тут быть не может! А вот чего тут хоть отбавляй, так это снега! Поэтому я сделан целиком из снежных кирпичиков! А этот дом построили прямо в глубокой яме и назвали «Землянкой». Землянка – один из самых древних домиков. Я известна с первобытных времен, но используюсь и по сей день. Даже вначале герои наши подумали, что он провалился сквозь землю, пришли его спасать, а оказывается, не нужно спасать. В Северном Ледовитом океане есть дом, который никогда не стоит на месте. Это дрейфующая станция! Она путешествует на огромной льдине по Северному Ледовитому океану и доходит до Гренландии. Это очень далеко. В Гренландии льдина тает, она пересаживается на другую льдину и идет дальше. А пока плыву, наблюдаю за климатическими изменениями, занимаюсь изучением морских течений, океанических глубин и льда. В Индии живет дом-хамелеон. Вернее, не дом, а дворец Тадж-Махал. Он то белый, то розовый, то серебристый, то голубой. Весь секрет в мраморе, из которого я сделал. Это особый полупрозрачный камень. Он меняет свой цвет в разное время дня. А этот домик, по-моему, самый необычный. Это Гуанчжоу-Юань, дом монеты из Китая. Выглядит тучь в тучь, как золотая монетка, а внутри обычный многоэтажный дом. Но говорят, он приносит удачу. Я особенная монетка, Гриша. Отверстие в центре меня означает энергию Земли, а круглый край – энергию неба. Какой из них вас удивил сильнее всего? И в каком домике вы не отказались бы пожить? Филя, а в каком бы домике хотел жить ты? Ну, наверное, во дворце. Например, Тадж-Махале. А я бы выбрала домик на колесах, ну, или же паром. Возможно, дирижабль, чтобы путешествовать. Ух ты! Это даже лучше, чем Тадж-Махал. А знаешь, кто бы с нами не согласился? Кто? Компот из трёх котов. Он и плавать, и летать боится. Да, зато он смешной и очень умный. Кстати, наш следующий сюжет именно о нём. Упс! Он на сэфир. Так-так. Главный трусишка и сладкоежка из сериала «Три кота» умеет рассуждать и любит читать. Почему ему не хватает смелости? Ответ узнаете из нашего сюжета. Компот из мультика очень похож на компота в жизни. У нас таких нет. Вот он, Миша Новодворцев. Он озвучивает компота с шести лет. Особенно хочу поймать радужную бабочку. У неё крылья, как радуга. Но вообще-то у нас таких нет. Радужные бабочки водятся только в жарких странах. Какой у компота забавный голос. Представьте, Миша и в жизни говорит точно так же. Ну, а как ты искал голос компота? Ну, у меня он появился лет в шесть, наверное, когда мы озвучивали первые две серии, может быть. И тогда я уже понял, как нужно говорить. И теперь говорю так всё время. Тебе нравится так говорить? Ну да, какой-то голос такой компотчий. Я хочу место у окна. А я хочу место дома на диване. Как и компот, Миша умный и начитанный парень. Увлекается физикой, химией, математикой и робототехникой. У меня есть предположение, что я стану учёным. Теперь я смогу полностью посвятить себя науке, изучению растений и грибов. Я отправлюсь в экспедицию и сделаю величайшее открытие. А вот хныкать и капризничать Миша не любит. В отличие от компота. Миша умный и папа вместе с ним. Но я тоже хочу писать книгу. А вы мне не даёте. Коржик, ты сломал у меня важную деталь. Ну, а друзья-то знают, что ты компот? Да, но они меня не обзывают, и мне это даже нравится. Когда я им рассказал, что я компот, они не поверили. И когда посмотрели в титрах, кто озвучивает компота, они очень удивились. Благодаря роли компота, Миша научился петь, танцевать. А ещё эта роль подарила ему двоих хороших друзей. Карамельку Сашу и Коржико Илью. Здорово! Миу-миу-миу-миу-миу! И это всё, о чём мы успеваем рассказать сегодня. Друзья, что ещё вы хотите узнать о мультфильмах? Присылайте свои вопросы и не пропускайте выпуски мультобзора. Если любите мультики так же, как и мы! С вами были Маша и я, Филя. До скорой встречи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok